Можно так, а можно так. Дядя, как теперь все убрать вообще? Ну ладно, разберемся. Привет, Сибири. Привет всем, всем, всем. Так, ну надеюсь, у нас все нормально пройдет. Я не знаю точно, насколько будет хорошо видно картинки. На самом деле это не настолько принципиально. Но не помешать. Так, я так понимаю, что в процессе... Привет из Франции. Господи, какую крутую конференцию ребята сделали. Это, конечно, поразительно. Спасибо всем. Да, заранее забегаю вперед, потому что прямо масштабное мероприятие получается. Со всех уголков земного шара. Можно ли с уголков земного шара кого-то приветствовать? Не знаю, но тем не менее. С Марса это хорошо. С Марса у нас пока еще не было. Студентов с Марса. Ну да, можно так и дальше делать. Я так чувствую, такими темпами скоро уже никто не захочет никуда выходить. И все будут только требовать, чтобы все было онлайн, потому что очень удобно, не надо никуда бегать. И все тебе доставляют домой на экран компьютера или смартфона. Не, а мне нравится чат. Я думаю, что я не потону, потому что, если что, я просто на него не буду смотреть. Это не проблема. А при этом из разных городов приходят, это очень приятно. Ташкент, Прага, Екатеринбург, Тюмень, Марс опять же. Скажите мне, пожалуйста, кто меня сейчас слышит. Вот это вот мясо в экране, оно сейчас хорошо видно? Привет Стамбул. Вот этот вот кусок тканей мясных. Видно ли? Калининград, Челябинск, Ярославль, Питер, Тамбов, Воронеж. Видно, мясо видно. Отлично. Хорошо. Ну, я уже уменьшил кусок. Кусок снова стал маленьким. Снова с вами на экране я вместо мяса. Да, мы поменялись местами с мясом, но во мне тоже его достаточно. Вроде как всем слышно, Валерия. Может быть, у вас что-то там со звуком лично у вас на устройстве? Потому что, насколько я понимаю, все как-то более-менее реагируют на мои слова. И, видимо, меня слышат. Белое мясо хорошо для кратковременно интенсивной нагрузки, а красное мясо хорошо для длительных прогулок и выполнения асан. Мы на самом деле не будем сейчас про мясо не переживать. Ничьих религиозных чувств я постараюсь не затронуть в процессе. Всего этого. Так, ну что, ждем еще одну минутку и начинаем тогда. Чтобы уж быть точным, начать ровно в три, как положено по расписанию. Ну что, всем доброго дня. Очень рад всех приветствовать на этом мероприятии. И хочу выразить огромную благодарность организатору этого мероприятия, потому что, судя по всему, очень обширная аудитория у нас собирается с разных городов. И возможность в нынешних условиях вот так вот обмениваться информацией про йогу и практику, и теорию, это дорогого стоит. Поэтому от всего сердца большое спасибо всем организаторам, всем админам, всем, кто принимает участие в организации мероприятия. И, конечно, большая благодарность всем преподавателям за то, что они согласились принять участие и помогают нас всех объединять в этом. Пускай интернет, но, тем не менее, пространстве йоги. Могу от себя сказать, что последние три недели я регулярно проводил занятия лекции в Zoom через интернет. И это, конечно, обладает своими негативными аспектами. Понятно, что вживую преподавать и читать лекции лучше. Но возможности обмениваться информацией с людьми со всех действительно уголков Земли – это поразительно. Возможность современных средств связи – это, несомненно, позитивный аспект всего, что происходит. И я думаю, что нам стоит ценить именно этот позитивный аспект нынешнего времени. Все проходит, все времена проходят, все меняются. Но полезный опыт, который мы выносим, мы можем оставить с собой до конца нашей жизни, а то и дальше, и в следующей жизни перенести. И я думаю, что это как раз та самая ситуация. Так что давайте максимальную пользу для себя выносить из текущей ситуации. У меня есть один час на донесение некого объема материала, и это не такое большое время, естественно. И я постараюсь, по сути, не отклоняясь в какие-то философские аспекты, потому что про травмобезопасность в контексте практики йоги можно говорить с очень разных позиций. И стоит только упомянуть яму и не яму, и тут же мы на три часа останемся внутри этих философских концепций. Но вот мне бы не хотелось, потому что хочется такой более конкретный, практичный материал донести. И про что мы сегодня с вами поговорим? Мы, я думаю, основное время я буду докладывать, и потом мы оставим несколько минут, минут десять, может быть, на вопросы и ответы. И в процессе, конечно, вы можете в чате тоже писать. Я постараюсь отслеживать ваши вопросы во время лекции. Но если что-то пропущу, не обижайтесь, пожалуйста, тогда еще раз напишите, и я уже точно увижу, постараюсь ответить, исходя из своих знаний. Итак, травмобезопасность, некоторый аспект травмобезопасности при практике асан хатха-юль. И акцент мне бы сегодня хотелось сделать не на тех участках нашего тела, про которые все хорошо знают и, в общем, все в курсе про то, что чаще всего проблемы при не совсем корректной практике хатха-йоги возникают в трех основных участках нашего тела. Это коленные суставы, это шейные и это поясничный отдел позвоночника. Я иногда это называю триада, во всех смыслах слова триада, практикующих хатха-йогу людей. И я думаю, что все или большинство в курсе, естественно, основных аспектов, связанных с выполнением позы лотоса и тем, как подмассно может травмировать колени при избыточном скручивании коленного сустава, как стойка на голове шершастно способна создавать проблемы в шейном отделе позвоночника, как, например, горбатая спина в наклонах или в скрутках способна создавать проблемы в поясничном отделе позвоночника, мне бы сегодня хотелось сконцентрироваться не на этих участках тела, а все-таки на тех моментах, которые по последствиям не так печальны, ну, потому что реально получить травму колена – это неприятный опыт, он может очень долго потом с нами на всю жизнь даже оставаться. Мне бы хотелось сконцентрироваться сегодня на тех проблемах, которые не настолько глобальны, но при этом на самом-то деле, судя по всему, по моему личному опыту преподавания по общению с коллегами, которые чинят и лечат людей, занимающихся хатха-йогой, проблемы, которые даже чаще возникают, и это небольшие относительно проблемки, но при этом они, конечно, настроение портят, раздражают и вызывают негатив у людей, практикующих хатха-йогу. Это такие относительно небольшие проблемы, которые мы обычно называем «потянул мышцу», «растянул что-то», ну, вот так обычно мы это определяем, «растяжение», «потянул», «растянул», «потянул под коленом», «болит попа» и так далее. Вот эти аспекты, то есть аспекты именно травм в мышечной ткани мы сегодня рассмотрим, и акцент будет таким образом у нас выстроен, акценты в нашем разговоре будут выстроены следующим образом. Первое, мы будем более или менее разбираться с тем, насколько нам хватит времени, естественно, почему это происходит у практикующих хатха-йога людей. И еще раз, я не буду вдаваться в философские аспекты того, что нужно соблюдать яму и не яму, это несомненно, мы это выносим за скобки, и надеюсь, что все, кто сейчас меня смотрит, в курсе про эти аспекты йоги в целом. Мы постараемся более практично. Почему у практикующих хатха-йога возникают проблемы в конкретных участках мышечной системы? Второе, как уменьшить риски получения этих проблем? И третье, что конкретно можно делать, если все-таки мы таки нарвались и эту проблему себе создали? И теперь страдаем, потому что не получается шпагат, или не получается наклон, или что-то другое, что давно получалось и хочется, чтобы получалось все время, вдруг перестало получаться, потому что болит, и уже не получается сделать так глубоко асану, как делалось раньше. Так что вот это основные наши темы на сегодня. Если останется время, может быть, еще пару аспектов затронем, но как пойдет. Для меня главное попытаться вот эту тему раскрыть в течение нашего сегодняшнего времени вместе. Итак, когда мы говорим про то, что мы потянули какую-то мышцу, повредили какую-то мышцу, получили растяжение и так далее, то надо понимать, что мы на самом деле имеем в виду повреждение не самой мышцы, строго говоря, а ее соединительно-тканного скелета. Потому что на самом деле у любой мышцы есть своего рода скелет. И это скелет, который формируется соединительной тканью, коллагеновыми преимущественно волокнами. И сейчас я как раз на экранчик вывел картинку с мясом, с некой мышцей. Одной из мышц, которая находится на нашей ноге. И здесь мы как раз можем увидеть, что мышца снаружи окружена так называемой эпимизией. Это соединительно-тканная оболочка, которая сверху покрывает мышцу. И мы видим, что внутри мышца тоже вся пронизана белыми такими ниточками, белыми волокнами. Красные – это, собственно, сократительные элементы мышцы, которые обеспечивают укорочение и движение в суставах. Скелетная мышца то, что делает. А вот вся эта белесая пленочка, все эти волокна белесые внутри – это, по сути, каркас. Это, по сути, своего рода скелет, как мы уже говорили, своего рода мышечный скелет. И задача соединительной ткани внутри мышцы – на самом деле подтормаживать, ограничивать то, что происходит с мышцей, стабилизировать немножечко ее и не позволять растягиваться больше, чем нужно. И, ну, знаете, можно сравнить примерно это таким образом, такое сравнение привести. Если представим, что мышца – это человек, например, я, и на меня сверху надеть комбинезон, и потом начать меня растягивать, взять меня за ноги и за руки, и начать тянуть в одну и в другую сторону. А комбинезон довольно плотный, тугой, то мои собственные ткани, мои суставы будут защищать этот самый комбинезон. Он будет тормозить избыточное вытяжение и не позволять моим собственным тканям повреждаться. Вот если мы представим, что я, как мышца, не только одет в некий костюм, в некий комбинезон, но ткань комбинезона, нити комбинезона пронизывают меня насквозь и заходят и выходят в голову, из ног и так далее, то вот это будет более точная картинка того, что происходит в любой мышце, что находится в любой мышце. И на концах все эти соединительно-тканные элементы соединяются и формируют то, что мы знаем, как сухожилие. А сухожилие уже, соответственно, прикрепляется к кости. И это как раз одно из самых частых мест, где возникает проблема, где на самом деле мы надрываем элементы соединительной ткани при избыточном усилии на вытяжение, когда мы стремимся слишком интенсивно, резко, высокоамплитудно какую-то мышцу вытянуть в погоне за неким внешним результатом, за каким-то соседом по коврику, за инструктором, за красивой картинкой. И тогда спасибо соединительной ткани, она немножечко надрывается и блокирует дальнейшее нездоровое желание юзера травмировать более нежную и более функциональную мышечную ткань. Так что на самом деле спасибо всем этим травмам, потому что они не позволяют совершиться более серьезным повреждением, более функционально значимых элементов. Это первое, с чего мне хотелось бы начать. Так что спасибо нашей соединительной ткани, что она надрывается. Дальше возникает, естественно, стандартно-воспалительный процесс, одним из главных проявлений которого является боль. То, что нам крайне не нравится, является негативным и эмоциональным, физическим переживанием. И это на самом деле заставляет дальше задуматься человека о том, что он делает, и, возможно, каким-то образом поменяет свой подход к практике. Ну, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы все те, кто занимаются хатха-йогой, и все те, кто получают травмы, занимаясь хатха-йогой, к сожалению, это почти полностью пересекающиеся категории граждан. Очень мало есть людей, которые занимаются хатха-йогой несколько лет, и при этом каким-то образом удрились ни разу не получить никакой травмы. Но первое, что необходимо понимать, что любая травма, конечно, должна восприниматься как некий сигнал, некая моргающая желтая лампочка, которая пытается донести до нас информацию, что в своей практике нам необходимо определенное изменение, определенная корректировка того, что мы делаем, потому что повреждение тканей абсолютно точно не является целью йоги, хатха-йоги в частности. И поэтому, если мы эти травмы получаем тем более регулярно, то это, несомненно, говорит о том, что нам необходимо задуматься и больше включить компонент, который живет в нашей черепной коробке, проанализировать то, что мы делаем, и каким-то образом изменить практику. Мы сегодня некоторые аспекты того, что именно можно сделать, в смысле изменения своей практики, конечно, затронем. Но общая концепция такова, что травма – это неправильно, по крайней мере, с моей точки зрения. Есть школы, есть преподаватели, есть направления, которые считают, что, ну, как бы, no pain, no gain, что называется. То есть, если не страдаешь, не получаешь травм, то и не развиваешься всерьез. Мне такой избыточно спортивный, с моей точки зрения, подход, особенно в йоге, не близок. Вот, поэтому я буду исходить из своего понимания всего этого и докладывать, исходя из своего опыта и своего понимания, естественно. Вот, значит, когда у нас возникает какая-то травма, мы еще раз то, что мы называем. Растянул мышцу, потянул, иногда говорят, потянул сухожилие, растянул связку. Но, по сути, все это, так или иначе, проявление одного и того же. Надрыв соединительно-тканых элементов и возникновение локального воспалительного процесса с одним из своих проявлений, самых ярких – это болевой синдром. Болевая симптоматика, когда мы… Либо оно болит даже в спокойном состоянии, либо в спокойном состоянии не болит. Но когда мы пытаемся сделать позу, которую мы делали до этого хорошо и успешно, поза не получается, тело останавливает нас гораздо раньше, наклон получается хуже, прогиб не идет, шпагат не тянется. В общем, крокодил не ловится, не растет кокос. И когда соединительная ткань, когда волокна соединительной ткани получают повреждения, разрыв, то дальше, естественно, наше тело должно каким-то образом эту дырку залатать, что вполне логично. И если мы вернемся к аналогии, что я как мышца одет в комбинезон, это моя соединительная ткань, и меня два человека так активно растягивали, что комбинезон порвался где-то, да, он порвался для того, чтобы я сам не повредился, чтобы мои ткани, то есть реальная мышца не повредилась, то дальше вот этот вот разрыв, он будет заштопан, скажем так, тоже соединительной тканью, но при этом появится довольно выраженный рубец. То есть если у меня вот так вот шли волокна соединительной ткани, и дальше произошел некий надрыв, то дальше сформируется рубец, который будет, если мы не будем предпринимать специальных действий, чтобы этому противодействовать, будет достаточно жестким, грубым, и в дальнейшем, даже после восстановления, после этой травмы, будет давать нам какие-то неприятные чаще всего ощущения в теле, будет ограничивать подвижность все в том же участке тела, а может даже отдавать и какую-то более отдаленную радиацию в другие участки нашего тела. И наша задача в процессе практики, как мне представляется, не допускать подобного. Если мы подобное допустили, то вынести из этого урок и поменять практику. А если мы это допустили всерьез и, соответственно, получили серьезную проблему, то в этом случае нам необходимо знать, ну, хотя бы каким образом нам восстановиться более эффективно, чтобы та проблема, которую мы создали своей не совсем корректной практикой, ну, хотя бы не мучила потом всю оставшуюся жизнь у нас. Я думаю, это желательно. Так что вот с этими моментами давайте попытаемся разобраться. Значит, если мы достаточно сухо, без каких-то избыточных, опять же, философских концепций, я совершенно не против, они абсолютно уместны и важны и нужны, но у нас не такое большое время для нашего разговора, поэтому я сконцентрируюсь на таком более прикладном физиологическом аспекте всех этих аспектов, всех этих моментов травм безопасности. Получение травмы, соответственно, попыток не получить все эти травмы, то есть на самом-то деле два основных, две основные причины. Две основные причины, почему, занимаясь хатха-йогой, мы получаем периодически определенные проблемы, получаем определенные травмы. Первым, первым аспектом, первой причиной является, в общем, ничего в этом удивительного, я думаю, для кого нету, если задуматься всерьез об этом головой, является чрезмерная интенсивность самих занятий. То есть избыточная интенсивность, избыточная нагрузочность конкретных занятий, какая-то наша чрезмерная увлеченность внешними формами, чрезмерная увлеченность внешним эффектом и результатом, который мы почему-то оцениваем исключительно по степени раскрытия так называемого, суставов или глубине шпагата и прочее подобное. И вообще говоря, разумным подходом является подход, когда мы интенсивно, реально интенсивно занимаемся не больше 3-4 раз в неделю. Наверное, даже не больше 3 раз в неделю я бы сказал. То есть такая практика, когда мы действительно очень интенсивно работаем и в смысле силового компонента, и в смысле гипкостного компонента, пожалуй, не стоит делать это больше, чем 3 раза в неделю. Все это перемежать более мягкой практикой, потому что перетренированность – это один из самых очевидных, самых столбовых путей к постепенному ослаблению материала нашего и, как следствие, к получению, собственно, травмы. И я, естественно, понимаю, что очень хочется. Я понимаю, что есть часто некая гонка, некая погоня за внешним результатом, но полезно себе напоминать, хотя я надеюсь, что это абсолютно очевидно, что, конечно, целью йоги никак не может быть ни шпагат, ни какая стойка на голове. Это какие-то дополнительные инструменты, и как инструменты они важны. Но оценивать ими реальные достижения в йоге, ну, не совсем правильно. И поэтому вот это вот избыточное усилие в попытке достичь каких-то результатов часто приводит к тому, что в итоге тело устает, и мы получаем как раз травму. Что интересно, люди, которые получали травму и были вынуждены немножечко тормознуть и перестать так интенсивно заниматься, они почти всегда сталкивались с интересным парадоксом, что после отдыха тело вдруг становилось более сильным и более гибким. Потому что я думаю, что почти всех посещал страх, когда мы получили травму какую-то, посещает страх. Но вот теперь я не буду заниматься так же интенсивно, как раньше, и все пропадет, все мои результаты на смарку, шпагат исчезнет, перестану стоять на голове и все такое проще. Но на самом деле реальный опыт, надеюсь, многих людей, если вы были внимательны к себе, то вы подтвердите мои слова, что после небольшого отдыха, в данном случае вынужденного, потому что травма заставила человека тормознуть в практике, оказывается, что весь функционал не только сохраняется, но еще и становится более выраженным. То есть тело, на самом деле, отдохнув, готово с еще больше радостью вытягиваться в асанах и напрягаться в асанах, и ловить баланс в асанах. Поэтому избыточная интенсивность, когда мы занимаемся очень жарко, интенсивно, глубоко, по 5-6-7 раз в неделю, а то и по 2 раза в день есть такие прекрасные граждане. Чаще всего это путь к проблемам. И что для меня еще важно здесь, это то, что, к сожалению, тогда, когда люди вот настолько большой акцент делают именно на физическую составляющую йоги, на асанах, на то, что иногда называется еще постуральной йогой, то есть йогой, связанной с постурой, с позой, с асанами, то неизбежно люди все это делают в ущерб более глубокому пониманию йоги в целом, как феномен. И они, естественно, не имеют достаточно времени, чтобы уделять внимание другим практическим элементам, той же самой хатха-йоги. В хатха-йоге, слава богу, есть и масса разных шаткар, и пранаяма, и различные динамические упражнения типа вья-ям, и, естественно, практика релаксации медитации никто не отменял. Это вообще важнейшая часть йоги в целом. Кто-то до сих пор умудряется выделять йогу от медитации, отделять одно от другого, но вообще говоря, это не просто неправильно, а суть йоги – это медитация. Самая главная практика йоги – это медитация, несомненно. Дхарана-дхьяна. И плюс, естественно, йога не ограничивается только хатха-йогой и гьяна-йога, например, жняна-йога. Повышение своей мудрости, интеллектуального уровня, например, посредством изучения тех же самых священных текстов тоже является частью практики. И порой нам не хватает на это время, потому что мы, опять же, избыточно увлечены именно физической, постуральной, ассанической составляющей йоги. И я всегда стремлюсь к тому, чтобы про это говорить и призывать людей все-таки не забывать про то, что йога – это феномен значительно более широкий, чем только триконасаны, хануманасаны и любые подобные другие асаны. И стремиться без давления травмы самостоятельно от своего разума изучать йогу гораздо более широко. То есть не заставлять тело получать травму, чтобы мы тормознули и начали находить время для чего-то другого, а все-таки заранее, до получения каких-то проблем, чтобы мы стремились смотреть на его гораздо более широко и изучать массу других аспектов, не только асаны. Значит, если же все-таки вы очень активно считаете необходимым заниматься, то хотя бы не забывайте про очень хороший качественный сон, про качественную шавасну в конце практики, потому что аспекты расслабления очень важны, и все восстановление, по большому счету, происходит именно в моменты расслабления. И если мы жертвуем практикой расслабления после занятия, если мы жертвуем хорошим сном, ну, например, ради того, чтобы как-то очень правильно, духовно вставать в 4 утра и практиковать из-за этого, спать 6 часов, но при этом реально организм будет уставать, и вероятность травм будет повышаться, если мы недостаточно высыпаемся. Поэтому здесь нужно все-таки балансировать. Не забывайте, что в Хагавадгите очень четко сказано, что йога становится уничтожителем страдания для того, кто упорядочил сон, еду, активность. То есть йога не для тех, кто спит слишком мало или слишком много спит, она не для тех, кто ест слишком мало или ест слишком много. Йога все-таки это путь срединный, и в том числе в контексте всей нашей практики асан тоже необходимо про это помнить и стремиться балансировать практику асан другими аспектами йоги. Обязательно. Только в этом случае, с моей точки зрения, наше развитие в йоге будет более полноценным и правильным. Поэтому чаще всего, чаще всего, нам надо немножечко пожертвовать интенсивностью своей асанической практики для того, чтобы найти время на дыхательные, медитативные, релаксационные, очистительные, динамическоразминающие и философские аспекты йоги, по крайней мере. Это первое. И второй важный аспект, который очень часто приводит к травмированию постепенно, не сразу, но создает условия, на которых постепенно у нас ткани ослабляются, и в итоге мы получаем травму. Это недостаточное разнообразие тех упражнений, назовем это так, которые мы используем в практике. И в йоге у нас, в хатха-йоге, ну, по крайней мере, по двум причинам такое может происходить. Если мы занимаемся самостоятельно, то в этом случае у нас почти всегда есть искушение делать как можно больше то, что получается хорошо, и делать меньше то, что получается плохо. Естественно, во всем многообразии асан всегда есть те асаны, которые получаются у человека хорошо, потому что его тело к этому приспособлено, и есть позы, которые получаются плохо, потому что требуется большая внимательность в практике этих асан, и на самом-то деле именно эти сложные позы, которые получаются хуже, во многом являются определенными ключиками к более глубокому развитию. Но поскольку они не очень приятны, либо не получаются, потому что не тянет, или тянет слишком сильно, или слишком тяжело физически, и мне не хочется это делать, потому что я устаю сразу очень быстро, то у меня возникает в практике постепенно перекос. То есть я избыточно вытягиваю то, что и так хорошо вытягивается, и недовытягиваю то, что сопротивляется сильно. Я недоукрепляю то, что реально нужно укрепить, а мне лень. И в итоге, вследствие вот такой личной практики, мы довольно выраженный дисбаланс можем создать в теле. Вторым вариантом является ситуация, когда мы практикуем строго заданный комплекс, каждый день одинаковый абсолютно. и, к сожалению или к счастью, кому как больше нравится, все мы разные. И мы очень сильно отличаемся друг от друга, и мы даже очень сильно отличаемся от самого же себя. Пять лет назад мы отличаемся утром и вечером. Женщины отличаются в первый день месячных во время овуляции очень сильно от самих же себя. И все это очень текучие, меняющиеся. И если мы выполняем какой-то абсолютно одинаковый комплекс, то с большой вероятностью не все в нем нам подходит. И тоже мы будем развивать определенный дисбаланс в своем теле, если мы повторяем каждый день одно и то же. Например, потому что нам предписали определенную практику. И в этом случае тоже получается, что мы к тому же мышечному дисбалансу приходим, и мы получаем перевытяжение тех мышц, которые, возможно, надо было бы укреплять на самом деле, и наоборот, и создаем дополнительные предпосылки для получения тракт. В практике хатха-йоги нам необходимо учитывать два момента. В смысле именно вот этих вот небольших травм в мышечной системе. Я напоминаю наш контекст, что мы сейчас говорим в первую очередь именно про относительно небольшие травмы, которые мы привыкли называть растяжение, потянуло мышцу и так далее, и так далее. У нас есть две зоны в ногах, два участка мышечной системы в ногах, в которых почти наверняка в процессе нашей практики асан мы формируем определенный дисбаланс. Значит, что это за участки? Первое это мышцы задней поверхности бедер. Они называются по-разному. Можно просто говорить мышцы задней поверхности бедра. Иногда про них говорят как про подколенные сухожилия, что просто проблема терминологическая, потому что имеются в виду именно мышцы бицепс-бедра, полусухожильные, полуперепончатая мышца. Вот. Иногда их называют гаммстрингами. это калька с английского языка. Но так или иначе, значит, что происходит с этими мышцами чаще всего в процессе практики асан. Дело в том, дело в том, что почти всегда мы избыточно перевытягиваем эту зону в ущерб ее укреплению. и это обычно сочетается с избыточным укреплением их антагонистов, то есть мышц передней поверхности бедер, квадрицепса, то, что называется. Я думаю, что вы все в своей практике своим телом можете элементарно, быстро вспомнить огромное количество асан, которые укрепляют передние поверхности бедер. любые вирабхадрасана 1, вирабхадрасана 2, уткатасана, то есть любые позы, в которых устают бедра спереди. Большие мышцы, то, что называется квадрицепсом официально. И точно так же мы можем вспомнить огромное количество асан, которые вытягивают, интенсивно вытягивают, уттан, корень интенсивное вытяжение, мышцы задней поверхности бедер, вот те самые бицепс, полусухожильный, полуперепончатую мышцу. Любые наклоны стоя, уттанасана, любые наклоны сидя, имеющие в основу пищемотанасану и так далее. Мы эти все позы помним прекрасно. При этом очень мало асан, так получается, вот такова реальность, очень мало асан, которые укрепляют заднюю поверхность бедер. Потому что так организованы наши ноги, что когда мы взаимодействуем с силой гравитации, передней поверхности бедер проще укрепить. И постепенно формируется вот этот дисбаланс. Мы все время тянем, тянем, тянем заднюю поверхность бедер. При этом все время дополнительно спереди нам говорят подтягивайте коленные чашечки или стойте вверх подраз не укрепляя передней поверхности бедер. То есть мы опять же их антагониста укрепляем, с другой стороны перерастягиваем. А те позы, которые должны этот дисбаланс скомпенсировать, то есть позы, которые укрепляют мышцы задней поверхности бедер, они в нашей практике встречаются реже, и мы их делаем меньше. И в итоге это дестабилизирует нас, и травмы задней поверхности бедер, растяжение подколенных сухожилий, растяжение в области ягодиц, это прям повсеместная печаль людей, практикующих хатха-йога. Причем это может длиться длительное, ну, большое время. Люди получают травму, потом полгода, год, три, пять, а это место может болеть. Аналогичная история, аналогичная история, это история с приводящими мышцами бедра, с мышцами, которые находятся внутри. Вот сейчас на картинке мы видим это правая нога спереди и приводящие мышцы правого бедра, которые идут к центру. Вот. И с этими мышцами примерно та же самая история. Мы довольно много их вытягиваем, потому что вытяжение этой группы необходимо для того, чтобы получались асаны и по типу подмасаны позы лотоса, и по типу самоканасаны поперечного шпагата. То есть все это мы тянем, 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 тянем. Пост, который укрепляли бы эти мышцы, достаточно мало, и их вообще нужно часто выдумывать. дополнительно для того, чтобы хоть как-то, хоть немножечко сбалансировать вот то усилие на вытяжение, которое мы прикладываем к этому участку тела. Соответственно, соответственно, травмы в этой области, когда мы получаем боль внутри бедер, при уповище штаканасане, при самоканасане, подобных утасанах, тоже повсеместная проблема. Повсеместная проблема. И как видите, история одинаковая. История одинаковая. Хатха-йога не является идеально сбалансированной физической дисциплиной. У нее есть свои цели и задачи. И вообще говоря, желательно просто нам научиться уже спокойно сидеть в лотосе длительное время. И дальше просто хатха-йогой асанами компенсировать эффекты сидения и компенсировать эффекты старения, которые неизбежно всех нас затрагивают уже или скоро будут затрагивать. Поэтому не нужно воспринимать хатха-йогу как абсолютно идеальную систему физической проработки тела. У нее есть свои перекосы. И одним из таких перекосов является ситуация задней поверхности бедер и с приводящими мышцами. Поэтому травмы растяжения соединительно-тканных элементов в этих участках ног они абсолютно не случайны. Вот. И они сопряжены в том числе с этим дисбалансовым перекосом, который возникает просто вследствие того, что у нас есть определенный набор асан известных. И в этом наборе есть на самом-то деле перекос. Так что нам желательно еще даже не получив травму научиться этот дисбаланс немножечко убирать. Соответственно укреплять укреплять в своей практике делать акцент на укрепление гармоничное укрепление мышц задней поверхности бедер. Ну обычно вместе с ними будут укрепляться еще и кроножные мышцы. Хотя это не обязательно но чаще и на укрепление приводящих мышц внутри бедра. И что у нас здесь есть? Когда мы говорим про укрепление мышц задней поверхности бедер, то мы должны с вами использовать позы по типу пурваттанасаны, то есть это обратная планка попой вниз. Железный мост или утхита двипада петхасана, когда у нас полумост на плечах, делается с прямыми ногами. Вот это одна из лучших асан для укрепления мышц задней поверхности бедер. Утхита двипада петхасана или железный мост. Все варианты шалабхасаны, все варианты шалабхасаны, даже лучше классическая шалабхасана, когда подбородок на полу и мы поднимаем только ноги. И вот в этом у нас, во всех этих асанах у нас действительно работают мышцы задней поверхности бедера, которые как раз и укрепляются в статике при выполнении этих асан. Третья вирабхадрасана замечательно будет работать таким образом. И кроме этого, любые асаны, в которых есть активное сгибание колен. Активное сгибание коленей, когда мы активно подтягиваем пятки к ягодицам. И здесь может быть даже банальная бакасана, которую мы делаем сознательно, подтягивая пятки к ягодицам, фиксируя как можно ближе. Это может быть кошка, когда мы одну ногу подтягиваем колено колбоя, пятку к ягодице. Вот таким вот образом. И главное, чтобы у нас было интенсивное сгибание коленного сустава и попытка приблизить пятку к ягодице за счет собственных мышц. Не рукой притянуть пятку к ягодице, а за счет напряжения мышц задней поверхности бедра. Если мы задумаемся, мы поймем, что этих пост в нашей практике обычно либо очень мало, либо вообще нет, либо некоторые из них мы вообще никогда в жизни не использовали, потому что либо не знали, либо они противные, не хочется их делать. Какая-нибудь третья вербхадрасна, какая гадость, фу, неудобно в ней стоять. Вот, поэтому на это необходимо делать акцент. На это необходимо делать акцент. Вот. Что касается укрепления приводящих мышц, то здесь можно сделать акценты и, по крайней мере, обратить внимание на позы по типу Джадхара Паривартанасаны силовой. Вот. Когда мы скручиваемся, опуская прямые ноги в одну сторону, вот, при этом у нас напрягается, очень хорошо работает в нижней ноге приводящие мышцы. Похожим, похожим эффектом будет обладать поза, когда мы лежим на боку и вот таким вот образом поднимаем ноги. Это вариант, как бы, ну, иногда называется боковой артхановасаны, как-то еще. В общем, мы лежим на боку и поднимаем прямые ноги вверх. Опять же, нижняя нога у нас здесь хорошо работают именно приводящие мышцы. Плюс еще поза, которая не сфотографирована, но это если мы себе представим боковую планку, то, что называется васиштха асана, и мы обычно поднимаем верхнюю ногу вверх, а здесь нужно нижнюю ногу вытянуть перед собой, вот, и держать ее параллельно полу. Плюс, плюс все асаны, в которых мы сознательно напрягаем приводящие мышцы, хотя могли бы этого не делать. То есть, например, мы делаем гарудасану, и в гарудасане мягко сдавливаем бедра, одно бедро вжимаем в другое. То есть, в этом случае мы дополнительно напрягаем мышцы, хотя поза сама не заставляет это делать, но как бы мы тем не менее все равно используем возможности приводящих мышц, включаем их, напрягаем и укрепляем как следствие. Вот, поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание, даже если пока вы не получали травмы в этих областях, дополнительный акцент в практике на укрепление задней поверхности бедер и приводящих мышц, несомненно, очень позитивно скажется на общей стрессоустойчивости ваших ног. В качестве стресса мы понимаем, естественно, практику асан, которую мы прикладываем к этим самым ногам. Вот, это основное, если мы пока проблему не получили. если же мы все-таки проблему получили и у нас возник воспалительный процесс, возникла боль, нарушение функции, ну, есть пять классических проявлений воспаления, это отек, боль, жар, покраснение, потеря функции. Нас обычно волнует две, нас волнует боль, например, потому что попа болит теперь после хануманасана неудачно и такого щелчка на весь зал, или на всю комнату, как сейчас в условиях самоизоляции. И если вот это вот все у нас проявилось и болит, нас волнует боль и нас волнует потеря функции, мы не можем так глубоко наклониться, как до этого получалось наклониться, да, то надо понимать, надо понимать, что самым важным периодом является, на самом деле конечно все важно, но очень-очень важно первые 2-3 дня то, что мы делаем после получения травм. Грубо говоря, вот мы вечером занимались, делали шапогаты, что-то такое там чпокнуло и вроде даже не сильно болело, но с утра мы проснулись и поняли капец, все болит, шапогат не получается, даже наклониться не могу на одну ногу совсем никак. Лучше, конечно, чтобы мы прямо вечером это обнаружили и приступили к правильному мероприятию прямо вечером, но если не вечером, то хотя бы на следующее утро. Что тогда? Есть стандартный протокол на английском языке по первым буквам это RISE. Ну, если это расшифровать по-русски, то 4 основных действия, которые мы должны совершать первые 2 дня, 2-3 дня после получения травмы, первые 2-3 дня после получения травмы, для нас важно покой, то есть травмированную конечность не тянуть, не проверять каждые 2 часа, вдруг уже не болит и так далее, покой, обездвижить. Второе, прикладывать лед охлаждать и это наверное самая важная часть, третье, подвергнуть компрессии, то есть давящая повязка на поврежденный участок тела, выше и ниже участка повреждения и четвертое, поднять поврежденный участок тела и фиксировать какое-то время, значит, покой, охлаждение, сдавливание повязкой и приподнять. Вот 4 кита, на которых базируется разумное восстановление первые 2-3 дня после получения травмы. Это очень важно. Нельзя в первые 2-3 дня нагревать поврежденный участок тела, делать массаж, выполнять активные движения этим участком тела. Первые 2-3 дня, если мы это будем делать, мы только усугубим ситуацию. Покой, поднимать ногу почаще, лед прикладывать примерно на 15-20 минут каждые 2 часа до сильного холодового дискомфорта. Вы можете в пакетик положить через полотенце, как угодно, но так, чтобы возникал сильный холодовой дискомфорт в поврежденном участке тела, прям реально холодно, и вы это повторяете в течение 2-3 дней каждые 2-3 часа. Это многими воспринимается как самая главная часть восстановительных мероприятий в этом остром периоде в первые 2-3 дня. Эластичный бинт, давящая повязка, которая покрывает не только поврежденный участок тела, но выше и меньше. вот и вот это важный момент. Дальше, когда прошло первые 2-3 дня, первый период лечения активного, дальше возникает реабилитационный процесс, который обычно длится несколько недель. 3-4 недели полезно где-то в пределах двух, там, от двух до четырех недель воспринимать это все, то есть настраиваться заранее на то, что это не уйдет за 3 дня и я не буду снова скакать козликом через 5 дней после серьезной травмы, вот, поэтому надо настраиваться где-то на месяц, ну, получится быстрее классно, но настраиваться нужно примерно на месяц и в течение этого месяца как раз происходит формирование рубца и нам очень важно, чтобы этот рубец не был слишком жестким и поэтому во время уже вот этих вот недель, нескольких недель подход весьма серьезно меняется. Если в первые 2-3 дня у нас, например, был покой и охлаждение и отсутствие какого-то воздействия на поврежденную зону, то дальше мы наоборот, наоборот, должны увеличить приток крови к поврежденной области. То есть мы сняли первые воспалительные процессы, первое проявление воспаления, собственно, это была главная задача, в первые 2-3 дня уменьшить проявление воспаления. А дальше мы должны ускорить процессы восстановления, а для этого как раз нам необходим приток крови и нам необходимо включение поврежденной конечности в разумную двигательную активность. Поэтому массаж уже будет уместен, прогревание поврежденного участка тела будет уместным. Причем массаж может быть достаточно глубоким до таких интенсивных ощущений именно в поврежденном участке тела, желательно вдоль мышечных волокон, чтобы он происходил. и важно много пить, чтобы лучше выводилось все ненужное. Это если мы берем как бы такой основной аспект базовый такой фундаментальный. То есть очень важно запомнить хотя бы базу, что первые 2-3 дня нам необходим покой и охлаждение и приподнятое положение, а в следующие 2-3-4 недели нам необходимо согревание, массаж и разумная двигательная активность с поврежденным участком тела. Потому что если мы этого не будем делать, то мы спровоцируем формирование более жесткого рубца, более заметного рубца, который дальше может остаться с нами на всю жизнь и будет нам давать печаль всякий раз, когда будем пытаться сделать хануманаз, например, это была травма задней поверхности бедра при выполнении хануманаза. Поэтому очень важно, чтобы мы вот таким образом переключились в процессе восстановления и дальше занялись разумной двигательной терапией, разумное восстановление. Что будет в себя включать разумное восстановление? Значит, нам необходимо в общем и целом постепенно восстанавливать объем движений и плавно, без боли, тем не менее, в начале в динамике мягенько можно разминать, делать какую-то простую суставную разминку, не допускать боли в поврежденном участке тела при выполнении мягких разминочных упражнений или мягкого предвытяжения и обязательно укреплять этот участок тела. То есть, если мы не укрепляли упомянутыми выше асанами в процессе просто обычной практики, то сейчас, получив травму и восстанавливаясь после нее, у нас уже не будет, по сути дела, выбора. Мы уже должны будем включить в практику вот все те асаны, которые мы упоминали выше, связанные с укреплением как задней, так и приводящих мышц, бедер, как задней поверхности, так и приводящих мышц бедер. Причем интересный момент, что одно из исследований я читал на эту тему шведских футболистов травмированных исследовали, как раз их восстановление после подобных травм. Ну, там, естественно, все интенсивнее. И выяснилось, что укрепление поврежденного участка тела, а это как раз разумный, правильный подход при восстановлении после травмы, становится более эффективным. Если мы это делаем, ну, в йоге это будет больше изометрически, то есть это будет статика, но важно, что на мягко предвытянутую мышцу. То есть мы сначала мышцу мягко предвытягиваем, а потом, соответственно, фиксируем статику, в которой она напряжена. Ну, например, говоря про заднюю поверхность бедер, мы можем представить себе горизонтальный наклон, когда мы делаем неуттанасану, то есть наклон полный вниз, а когда ноги стоят и корпус наклоняется параллельно полу. В такой позе мы имеем одновременно предвытяжение мышц задней поверхности бедер, и при этом они же будут работать в статике изометрически, потому что если они не будут работать, мы упадем попой на пол. Поэтому подобные позы, подобная практика будут очень уместны. Значит, важно, чтобы предвытянуть без боли, без боли, это очень важный момент, то есть мягкое вытяжение без боли в поврежденном участке тела, и потом укрепление в статике. На самом деле в динамике тоже вполне себе пойдет, то есть в движении, но все-таки основа хатха йоги это статика, поэтому желательно все-таки вот таким вот образом укреплять и еще раз не проверять каждые два-три дня, а вдруг уже получается, а вдруг уже получается. Укреплять мышцы означает выполнять статические формы, в которых эти мышцы выполняют работу, удерживая определенный участок тела против действия гравитации, которая хочет уронить эту самую, например, ногу на пол. и помимо этого еще в комплекс своих восстановительных мероприятий вводить балансовые асаны на ногах и на руках тоже в целом для улучшения работы головы. Вот это, пожалуй, основное с учетом того времени, что у нас было. Это, пожалуй, основное, что я хотел донести во время этой нашей с вами встречи. Чат, конечно, искрил. Я одним глазом поглядывал. Я так понял, там есть куча своих специалистов, которые своей жизнью жили. И поэтому, конечно, никаких вопросов я не увидел там, потому что все было забито просто каким-то разговором других людей друг с другом. Я абсолютно не против, но, к сожалению, я никоим образом не могу восстановить те реальные вопросы, которые задавались в чатике. И, конечно, их достаточно много. И я думаю, что что-то попытаться, что-то попытаться на что-то ответить дают о себе знать. Сложно. Знаете, ребят, я был бы рад очень, но у нас не так много времени осталось и вопросов наверняка очень много, но любой вопрос можно было бы отвечать очень долго. Поэтому что я могу вам посоветовать? Посоветовать все-таки еще раз быть более внимательными к своему собственному телу, помнить, что боль, страдания, травмы не являются целью практики йоги. Наблюдать за тем, что нам нравится больше, что нам нравится меньше. И то, что нравится меньше, все-таки стремиться включать в практику обязательно, потому что то, что мы не хотим делать там, скорее всего, и наша слабость, и наш потенциал для развития. Если мы уже получили травму, то не переживать, не страдать, за что мне такое, понимать, что есть за что, что мы своими собственными действиями это спровоцировали, благодарить за то, что травма не такая серьезная, всегда могло быть серьезнее, и за счет этого урока изменить свой подход к практике, и процесс восстановления выстраивать разумным образом, подходить к этому, как к интересному квесту, проверить, например, мои слова, не верить мне, а травму получили, такие, yes, сейчас я проверю все, что, например, я вот услышала на этой лекции, и тогда вы пробуете первые 2-3 дня сделать вот так, потом 2-3-4 недели сделать всяк, как я говорил, и в итоге, в итоге ставить себе задачу, чтобы поврежденный участок тела через месяц-два был даже сильнее, качественнее, чем он был до травмы, вот, это вполне себе возможно, если мы будем подходить к этому всему разуму. Друзья, я очень благодарен вам за внимание, я прошу прощения, что в рамках вот этой нашей, нашего вот этого формата и часа, который у нас есть, я никак не могу ответить на те вопросы, которые поступают, наверное, я могу вам предложить, что могу предложить, если какие-то есть конкретные вопросы, зайти ко мне на сайт Hathar.ru, там есть мои контакты, написать мне, попытаюсь что-нибудь вам ответить личным сообщением, а сейчас, наверное, не буду, потому что, если я какой-то один вопрос выберу, получится, что я всех остальных проигнорил, поэтому давайте мы тогда сейчас договоримся, что я ни на чьи вопросы не отвечаю, просто спасибо всем большое за участие, и если какой-то интерес будет, то, пожалуйста, пишите мне личные сообщения, попытаюсь каким-то образом вам помочь. Да, можно зайти на Четурангу, это наша школа, которую мы сейчас с Глебом Мазаевым развиваем, но как бы не будем никакой рекламы вставлять. В Инстаграм можно, да, в любые социальные сети меня достаточно легко можно найти. Ну, вот, как-то так. Вот, вроде у нас сейчас 16.00, то есть, я не выбился никак за график конференции. Тогда, наверное, все, да, уважаемые админы, что тогда я просто со всеми прощаюсь, буду рад всех увидеть и вживую, и в каких-то других интернет-активностях, которые, видимо, будут продолжаться. Еще раз большое спасибо организаторам, админам, всем тем, кто обеспечивает эти трансляции, эту конференцию, и успехов этой конференции во следующие дни ее проведения. Всем спасибо, на связи, до встречи и всяческих успехов. Игорь Негода.